еще раз здрасте всем кто кто смотрит это видео у нас интервью с чемпионом победителем в чемпионат россии в дисциплине starcraft 2 никнейм я яков здравствуйте здравствуйте мне понравился момент когда ты на сцене короче играешь с мелки первый матч затаскиваешь по пути камеры крупным берет поворачиваешься в сторону мелкие довольно улыбаешься но это ладно это первый эпизод а второй эпизод ты сливаешь на второй карте и также поворачиваешься к мелкие улыбаешься и вот что это было с какими мыслями ты вот мы договорились после каждой игры друг на друга смотреть на эмоции вот он тоже поворачивался тоже смотрел я его не видел не показывали видимо насколько я понимаю ты гораздо более стабильный вот последний год и там выше по рейтингу сейчас находишься чем мелки ну учитывая особенность его участие в принципе на этом турнире не удивительно он для тебя в принципе вот игрок удобный противник или нет просто по характеру он абсолютно неконтролируемый и в такой взбалмошный кажется это сказывается на стиле с ним как играть с ним не неприятно играть потому что он может поставить прокси бараки я очень не люблю прокси бараки не люблю против них играть но если играть макро то у нас с ним равные игры получается в лейтгейме вот ну я считаю что если брать именно макроигру не чизы и не алына не от меня не от него то мне очень приятно с ним играть у вас еще такой был 32 и такие игры короче если не смотрели финал посмотрите обязательно потому что эта серия реально очень хорошая получилось как тебе в патч я понимаю что времени прошло уже достаточно много но патч в starcraft и насколько понимают не что-то такое ну нечастые события так скажем ну да там раз в полтора года выйдет может патч какой-то такое но это еще не самое плохое у нас варкрафте бывает такое что патч выходит каждые три месяца лучше по ней не выходили так что есть разные варианты варкрафт клевая игра до все детства в меня проиграл да в компанию вот он мне очень нравится обе компания rain of chaos и the frozen throne даже как ты как ты проиграл все детство если эти 19 варкрафту 20 лет ну все детство я имею ввиду когда мне уже было шесть семь пять лет вот я тогда начинал играть мне очень нравилось варкрафт играть ну как а в мультиплеер почему не пошел варрика пошел старик а я играл через гаряна вот эту первую подожди давай сразу разберемся в доту первую в гаряну мы строка авто на варкрафту как мы перескочили с варкрафта на доту это вот я не понял а ну там же кастом к есть она тоже варкрафте ска и ну дота варкафтерская дота это классика я имею ввиду мультиплеер соло мультиплеер мультиплеер ну не знаю но я поигрывал так немножечко но не хватило меня вот а еще я играл в двадцатом году в двадцать первом году по моему и меня тоже не хватило я играл на альянсе и меня орки просто уничтожали и меня что-то сильно подгорело и я перестал играть в какой-то момент слушаю ну ты вполне мог напороться на человека который 15 лет играл варик ему уже где-то там 25-30 и там уже ну ладно неважно а стримчики как ну то есть люди которые играли то уже тогда в двадцатом году нормально варкрафт и китайцы и корейцы и наши и хавк ты знаешь джонни кейдж наверняка тоже слышал можно посмотреть там можно зайти там на этот гудгейм например посмотреть микера тому тоже он комментирует варкрафт да иногда захожу смотрю по моему есть такой человек если не ошибаюсь на твиче стриме дезнот не слышал какой-то у нее такой ник вот играет на альянсе у нее там 2 200 рейтинга по моему вот у него там советы спрашивал как знаю как против нежити жестко играть там с вертолетиками как обузить можно сдулбас вот у меня там подсказал и все на этом все закончилось ты пытался в этот поставить экспант в коней там вертолеты вот это у меня все получалось но у меня просто в какой-то момент у меня по контролю что ли переигрывали с одной базы не очень по кайфу было вот вот если ты не на twitch заходил на гудгейм ладно хорошо не будем этим развивать хорошо отличное начало 5-6 лет варкрафт компании компании классно перепроходил когда рефоргит вышел или нет газ графика рефорги да нет а так перепроходил я я когда вот меня нет доступа к интернету у меня есть ноутбук там варкрафт установлен я часто компанию прохожу вот на эльфах прохожу мне очень нравится на эльфах играть за маев где она там за лизаном гоняется вот у нее конечно задача была сидеть и охранять приходишь никого нет но как бы ну как так здесь как говорится уже удивлялся когда перепроходил компанию приходит в общем патмас этим со своим мужем благоверным он говорит не надо туда идти она идет приходит там человек который охраняет тоже не на месте ну просто полный хаос никакой организации потом она сошла с ума из-за этого а ты про то что она перестала слушаться и пошла там просто уже улетела в другую какую-то реальность но что находится на что иронично как бы делают героя это же героев тфт по появился его типа задача ну по лору следить за демон хантером а один на один вообще без шансов то есть димка варик вообще уничтожает а что мне сказать надо да или нет ну наверно да хорошо ты насколько понимаю о деньгах в принципе 250 плюс-минус волнение не было на пятой карте когда вот у тебя уже пограничное такое состояние уже счет равный ты и тут как бы если выигрыш что плюс 150 если нет то не плюс я не думал о деньгах опять же нет я не нервничал просто я себе сказал дал установку что мы играем был один и выиграет сильнейший вот так получилось что мы обсуждали его стратегию вот он говорил там он со мной на дримхаке играл такой же билдориже который он сыграл на последней карте цена на своем мэйн на мэйне да я короче еще испугался я поставил две плетки можно вы видели да да я думал сначала что это 4 прокси барак и он у меня жестко сейчас пойдет просто уничтожать пришел цена не увидел внизу и подумал я увидел оверлордом что там цешки нет потом увидел что она все-таки есть но вместе с бараком на и там риппер еще вылетел увидел на его мэйне в итоге отменил две плетки там лишних 4 линга сделал но в итоге маккор продолжил и сниду самого закончил ну и не я вообще не волновался вот вообще честно я деньгах тоже не думал наоборот если ты думаешь о деньгах это на тебя давит и зачем думать какие планы дальше у тебя то есть папа старикут наверное какие-то онлайн турниры стримить может хочешь что 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 думаешь я могу постримить в принципе ну он может начну стремить на goodgame goodgame.ru есть такой сайт он хороший старкрафтеров много кстати у меня там по моему на турнирных вот есть там вкладка турниры у меня там по моему я 3 там нахожусь в списке в топе в топе нахожусь на третьем вот может начну стриме да сейчас особо турниров старкафте не будет таких европейских там только маленькие турниры там по 20 100 баксов может там инвайтить инвайтить буду до куда-то ну а так в принципе ну в буду за учебу хвататься мне нужно мне много долгов все-таки нужно хвататься за учебу я учусь в колледже в краснодаре на системного администратора третий курс вот нужно уже практика у меня скоро начинается нужно будет поучиться немножко практически понятно хорошо но успехов тебе в начинаниях ты выглядишь целеустремленным способным красава просто поздравляем тебя с победой это великолепно и на следующем турнире тоже видимо будем смотреть болеть надеюсь увидимся здесь спасибо